Здравствуйте! Традиционно в начале совещания выступила руководитель управления образования области Сауле Умербекова. Она подвела итоги деятельности за 2015-2016 годы. Главный педагог области подробно остановилась на вопросах материально-технического оснащения школ и кадрового потенциала. Так, по информации управления образования, в регионе действует 418 школ и 41 колледж. В 558 детских садах получают дошкольное образование свыше 46 тысяч детей. В этом году были открыты 32 дошкольные организации, из них 27 частные. В результате охват детей в возрасте от 3 до 6 лет составил 89%. Начато строительство детсадов на 320 мест в селе Каргалинское в районе Бат-Ис-2 города Октобе. Однако очереди на получение места в детсад не сокращаются. Только в городе заветного места ждут более 30 тысяч малышей. С 2012 года ведется обучение учителей на курсах по уровневым программам повышения квалификаций педагогических работников, проводимых урле и ЦПМ. Всего по области прошли повышение квалификаций 33 тысячи 3224 педагога. Государство потратило колоссальные деньги на подготовку к обновлению содержания образования. Я хотела бы спросить у вас и у себя, уважаемые педагоги, а что мы отдали стране, своей родной школе, получив надбавку к заработной плате от 30 до 100 процентов, что лично я, как педагог, сделал для того, чтобы помочь своему коллеге в самообразовании. Зашла речь и о трехязычном преподавании в школах, которое планируют внедрять с 2019 года. В нашей области всего 964 педагога владеют английским языком. В большинстве это учителя-языковеды. Чтобы преподавать предметы естественно научного цикла, на английском нужно обучить дополнительно иностранному языку еще 181 педагога. В перспективе планируется обучить на курсах английского языка 135 физиков, химиков и биологов. Уважаемые участники августовского совещания, сегодня знание английского открывает окно большой глобальный мир с его колоссальным потоком информации и инноваций. Овладение этим иностранным языком помогает в развитии научного потенциала нашей страны. Ведь английский язык является языком научной мысли. Говорили также о необходимости внедрения дуального обучения во всех колледжах области. Решить задачи, связанные с профориентацией учащихся колледжей, призван центр карьеры. Вопрос его создания Аким области порекомендовал управлению образования проработать детально, увеличив до 28 число колледжей, работающих по системе дуального обучения и до 47 количества специальностей, востребованных на сегодняшний день у предприятий, работающих с учебными заведениями. А представители среднеспециальных учебных заведений, в свою очередь, рассказали, как на сегодняшний день решается вопрос дуального обучения за счет тесного сотрудничества с предприятиями области. Сегодня мы внедрили учебные планы, в которых доля практики составляет 60%. Разработали модульные учебные программы, которые ориентированы и разрабатывались уже по профессиональным стандартам. Специалисты предприятий, наших социальных партнеров, постоянные и участники, члены экзаменационных комиссий по итоговым аттестациям, по оценке уровня профессиональных подготовленностей, члены координационного совета. Учащиеся на старших курсах, обучаясь на предприятии, получают заработную плату за свой труд. Но самым главным достижением на сегодняшний день мы считаем продвижение социального партнерства. Обсуждаясь в ходе конференции, совершенно новые для нас виды школьных наук, таких как робототехника. Сейчас эта дисциплина преподается в Назарбаев интеллектуальной школе, а также городском центре технического творчества. А по словам делегатов от этих учебных заведений, для того, чтобы наше образование могло идти в ногу со временем, а нынешние школьники завтра могли конкурировать во всем мире, робототехнику необходимо широко внедрять в расписание школьных дисциплин. Сегодня рабочие специальности требуют очень высокого образовательного уровня. Если мы говорим о сварочном деле, в рамках которого мы в основном сотрудничаем, то это огромный спектр знаний теоретических. Это и материалы видения, и физика, и инженерная графика, способность читать чертежи, знания нормативной документации. И, разумеется, те практические навыки, которые сварщик обязан иметь для того, чтобы эффективно работать. И нам очень приятно, мы были очень удивлены, приятно удивлены, когда увидели ту материальную базу, в которой располагает колледж. Завершилась встреча церемонии награждения. Нурсиид Байжанов вручил нагрудные знаки почетный работник образования РК четверым педагогам. Еще пятеро были удостоены медали имени Ибрая Алтенцарина. Более 30 учителей получили благодарственные письма и почетные грамоты. Аким области наградил золотой медалью Берлик Ассамблеи народа Казахстана, председателя кооператива «Нектар» Шамиля Каспранова и предпринимателя Рабигу Тасыбаеву за вклад в рамках ГЧП. В общем, очередную августовскую конференцию можно считать успешно проведенной. На этом все. Предлагайте свои темы для следующих выпусков. Наши телефоны на ваших экранах. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова